Современный мир сложно представить без медиа. Люди каждый день через социальные сети, телевизор, газеты и журналы потребляют контент. Поэтому неудивительно, что в рамках научно-популярного проекта «Про наука» в Казанском федеральном университете прошла онлайн-лекция Григория Бакунова о новых типах медиа, проблемах и вызовах. Одной из тем стало обсуждение того, как сейчас работает механизм подбора интересной для нас информации. Вам действительно по большей части дают послушать ту музыку, которая вам точно понравится. Но раз в какой-то промежуток времени, скажем 3-4 раза в день, вам подсовывают музыку, которая совсем не похожа на то, что вы слушаете. Зачастую какую-то совершенно случайную композицию. Это открывает для тебя целый новый пласт музыки. Также обсудили интересный феномен нашего времени. Он заключается в том, что люди до 25 лет не испытывают тревоги от того, что через социальные сети или историю поиска за ними могут следить. В современном мире у нас нет больше privacy. Мы больше о нем не думаем. То есть на самом деле мы живем всегда, как будто бы все время на нас кто-то смотрит. Это довольно сильное изменение в голове человека. Оно крайне интересное и очень интересно сказывается и на техническом уровне, и на технологическом уровне тоже. Появляется огромное количество сервисов, которые базируются на идее, что за вами постоянно следят, и вы окей с этим. Также Григорий Бакунов рассказал о том, что уже сейчас искусственный интеллект может сгенерировать любой текст для журналистов. Это будущее того старого формата, который назывался книга. Еще совсем недавно нам казалось, что задача создания такого качества текста совершенно нереальна. При этом вот что важно понимать. Алгоритм, который работает в основе всей этой системы, он ни слова не понимает в том, что пишет. Но мы не можем отличить этот текст от текста, написанного живым среднестатистическим автором. Поднималась также тема рекламы. Люди научились ее игнорировать, и, соответственно, здесь тоже приходится применять новые методики для привлечения внимания. Если в рекламном ролике показываются живые люди, которые выполняют какие-то действия, то достаточно на этого живого человека натянуть знакомое вам лицо. Причем желательно знакомое, которое вы встречали лично в реальной жизни. И вовлеченность в эти ролики возрастает многократно, и, что самое интересное, не уходит со временем. Студенты Казанского университета отметили значимость данной лекции не только для журналистов, но и для обычных людей. Мы с утра просыпаемся, первым делом заходим в ВКонтакте, Инстаграм, на Ютуб, и мы должны понимать, по каким правилам вообще сеть отбирает для нас ту информацию, которая будет для нас интересной. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универ Ньюс.